Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 не доверять и при этом помогать тем, кто нуждается, которые обратились здесь и сейчас к вам. На самом деле, гораздо логичнее, чем иногда просто помогать всем подряд, как некоторые делают, все-таки действительно непонятно, на что пойдут эти деньги. Есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, вас беспокоит Валерий Александрович, коренной житель города Казани. Вот чем девушка занимается, это прекрасно и отлично. Вам воздастся, как говорится, по вашим делам, то есть все у вас будет хорошо и прекрасно. Вы умничка просто, чем вы занимаетесь, это первое. Второе, вот у нас много миллиардов, миллиардеров, вот был бы у меня миллиард, как вы играет, да, миллиард, я бы каждому россиянину, не так уж нас много, нас всего где-то 148-150 миллионов человек, и я бы каждому россиянину положил по миллион рублей, конкретно, и с меня бы не убыло, это я точно, но это было бы точно хорошо. А почему? И там росли бы проценты, правильно, вот, и на эти проценты в нашем населении жилы, даже и те неимущие, конечно, но не давать, конечно, там на пропой, будем так говорить, а следить за этим делом, чтобы не припевали денежки. Спасибо вам большое, да, позиция понятна. Вот, нам многие так говорят, действительно, почему вот не помогают только те, у кого есть деньги, да, вот у кого их нет, зачем они должны вообще в этом участвовать, ну, известные позиции, наверное, вам знакомые уже. Да, но мы должны понимать, то, что когда фонд работает, и вообще общественная организация осуществляет свою помощь, любой вклад, он полезен, то есть не обязательно это должен быть миллион и 10 рублей, когда их очень и очень много, таких вкладов, они позволяют помогать разным людям с различными заболеваниями и трудностями в жизни. Ну, на самом деле, вот эти же 140 миллионов по рублю собрать, если с этих людей, то получается тоже кому-то огромная помощь, окажется, да, если не каждому россиянину, то, по крайней мере, нуждающемуся. Тоже ведь позиция, которая имеет право на жизнь вполне себя. Те, кто, соответственно, хотят помочь, да, мы поговорили о тех, кто, кому нужна эта помощь, те, кто хотят помочь, вот их механизм, соответственно, какое пользование картой? Те, кто хотят, они, во-первых, могут оставить ее себе, и в момент, когда появится желание оказать любой вид помощи, то есть это могут быть не только деньги, это может быть волонтерство, потому что, я повторюсь, что есть организации, которые, допустим, помогают животным в том числе, там тоже нужна помощь руками, есть детские дома, есть дома-малют, которые нуждаются в помощи, то есть это некая тоже информация о том, где бы было полезно ваша помощь. Где можно вообще найти эту карту, в какого рода организациях, прежде всего? В акции участвуют разные организации, это и банки, это строительные компании, это развлекательные парки, кафе в парках, то есть везде висят информационные плакаты о партнерах, и при желании, если вы приходите и являетесь гостем, либо клиентом данной организации, вы можете здесь и сейчас на кассе принять участие в этой акции. Прямо на месте, то есть не обязательно идти в какое-то учреждение, ведомство, в какой-то фонд конкретный, нет, просто всегда можно между делом, скажем так, взять эту карту. Довольно, на самом деле, тоже удобно. Это комфортно для того, чтобы принимать участие в акции. Да, конечно же. Если говорить вообще о благотворительности, о некоторых трендах благотворительности, то, например, вы, прежде всего, в каком направлении двигаетесь, какие форматы, по возрасту, может быть, вы распределяете помощь, какие-то отдельные акции есть, которые посчитаете необходимы сейчас в России, в мире и в Татарстане, в частности. Что есть такого нового, интересного? Фонд первый год уже проработал в формате помощи многодетным малобеспеченным семьям. Это социальная программа, взятая из Финляндии, называется «На коробка малыша». Это специальный набор для детей на первые полгода жизни. Там есть и одежда, и аксессуары для ребенка. И получить ее можно практически сразу после рождения, предоставив все необходимые документы, подтверждающие статус многодетности или малой обеспеченности. Помимо этого, фонд оказывает помощь детям с различными заболеваниями. Часто это бывает сахарный диабет, аутизм. Помимо этого, есть помощь многодетным малобеспеченным семьям, которые принимают участие в помощи в момент акции. Например, готовим детей к школе, предновогодняя акция. Помимо этого, фонд помогает социальным учреждениям Республики Тарстан. Это и детские дома, это и школы-интернаты, и социальные приюты для малышей. И также в наши программы входит помощь пенсионерам. А давайте об этой помощи чуть позже поговорим. У нас просто есть небольшая фотография. Это получается как раз вручение той самой коробки малыша в одном из роддомов. В детский дом, да. Прошу прощения, роддомов, да. И, соответственно, многодетная семья получила довольно такой массивной коробкой. Наговоритная, да. То есть там 29 позиций и сертификаты на молочную продукцию. Там есть и комбинезоны теплые, распашонки, пеленки, есть первая пустышка для ребенка и так далее. То есть, в принципе, для нуждающихся семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, это хорошая помощь. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Добрый вечер. Вот тоже услышали о вашей акции. Скажите, если я, мама, хочу получить коробку, что мне для этого нужно сделать? Да. И нужно ли вообще что-то делать или автоматом это все, скажем так, проходит? Нет, автоматом мы должны понимать, что семья попала в трудную жизненную ситуацию, если мы говорим о малообеспеченности. Соответственно, нужно предоставить справку из социальной защиты, которая будет подтверждать данный статус многодетным семьям. Чтобы получить, нужно отдать все свидетельства о рождении и также статус многодетной семьи. Нужно подготовить все эти документы, прийти к нам в офис и сразу можно получить данную коробку. То есть прийти в офис уже, ну просто это отец должен прийти в офис, да, наверное, на счет этого заданности? Да, либо папа, да. То есть, как правило, нам звонят сначала, уточняют, все ли правильно собрали, мы информируем и уже в таком, в текущем режиме к нам приходят мамочки. То есть не обязательно в роддоме лежать, чтобы получить эту коробку именно в этот момент, да? Нет, нет, да. Можно чуть позже, да? Чуть позже, можно чуть раньше, если уже, да. А, даже раньше, да. То есть у некоторых, например, бывает четвертый ребенок, то есть они уже являются многодетной семьей и, соответственно, у них уже есть статус подтверждающий и там на седьмом, восьмом месяце мамочки она приходит и получает. Тоже, тоже вполне себе логично, на самом деле. Ну, в роддоме только не об этом. То есть уже, например, на выписку ребеночек может быть уже в нашем теплом деметизационном конвертике, в комбинезончиках и уже готов. Какие-то разграничения, скажем так, есть? Вот коробки одни для, не знаю, многотетных семей из пяти детей, другие для четырех, или они все, в принципе, универсальные? Да, они стандартные виды, то есть там стандартный комплект. Мы, когда их формировали, рассчитывали на то, что к нам будут обращаться дети, родители, у которых дети родились в разные месяца, то есть и поэтому и ростовка, и размеры, они рассчитаны на то, чтобы ребенок, например, деметизационный конверт мог поносить либо осенью, либо весной. То есть это идет до шести месяцев размерный ряд. Вот вы сказали о том, что актуальна помощь детским домам, актуальна помощь детям, актуальна помощь многодетным семьям, но есть проблема, мы не договорили, как раз-таки пенсионеры, ведь это тоже отдельная категория лица, которых многие не задумываются. Да, вот помогу, я помогу детскому дому, но забывают как раз-таки, наверное, пенсионеры, которые в итоге остаются и на празднике, многие сами, наверное, обделенными, да? Особенно вот в домах. На 9 мая все вспоминают про пенсионеров, да, но тем не менее есть у нас, например, в Казани дом ветеранов, есть дома престарелых социального формата, да, то есть есть психоневрологические диспансеры, где тоже живут пенсионеры, например, с отклонениями по здоровью. Они также нуждаются в помощи, внимании, и когда фонд работает с этими учреждениями, то есть выбирается учреждением формы помощи, и мы уже все устраиваем для этого. Да, просто посмотреть, если на мировую практику, то как раз-таки на пенсионеров в мире, на Западе, может быть, уделено чуть больше внимания, чем у нас, у нас почему-то как-то не принято, может быть. Ну, это принято как-то больше детям уделять внимание, но на самом деле в России уже активно работают фонды, которые помогают взрослым в том числе. То есть это направление, которое актуально, да, все больше и больше становится в этом. А уменьшается ли количество тех, кто помогает детским домам, детям или, в принципе, тоже растет? Нет, это все активно идет, развивается, потому что в любом случае, несмотря на то, что в детских домах сейчас достаточно мало детишек, но они есть в социальных приютах, допустим, и там тоже они нуждаются во внимании, в помощи. И даже если посмотреть ежегодно, количество благотворительных фондов и общественных организаций, которые регистрируются, они увеличиваются. Ну, такая тенденция тоже, приход к мировому, да. То есть вот есть у нас проблема, например, хосписов, и если на Западе, например, в той же самой Германии, как рассказывают наши эксперты, их может быть столько же, сколько во всей России, в одном только Баварии, например, да, то у нас в Татарсане, к сожалению, пока только один, наверное, развитие благотворительности в этом всем направлении должно в любом случае идти. Тоже еще вот какие важные тренды, по Вашему мнению, сейчас актуальны в России, актуальны в мире, помимо помощи пенсионерам? Ну, на самом деле, если мы говорим о форме помощи, да, то есть очень здорово, что развивается технология и позволяет очень легко, просто и по времени, и по возможностям помогать осуществлять помощь. То есть, например, фонды сейчас работают не только, как раньше, например, с короткими номерами, да, там, с телефона, чтобы перечислить деньги, но и на сайтах есть все возможные способы оплаты, которые уже привык народ пользоваться, и это очень упрощает процесс взаимодействия, когда, например, раз появляется желание такое, ну, вот есть лишние 100 рублей, почему бы не перечислить сейчас в этот фонд, и это происходит. Но, например, те, кто такие немножко по-старомодному хотят действовать, да, они могут приходить также в фонды, уточнять, узнавать, чем занимаются, если, например, нет возможности посмотреть на сайт или это дискомфортно в использовании, и уже напрямую сделать взнос, например. То есть это все очень, все очень лояльно работают, и каждый вид помощи, он очень актуален. Вот я даже видел, какие-то приложения появляются благотворительного формата для помощи через мобильный телефон, это все вот в этот рынок как раз укладывается, видимо, да, прежде всего. Еще что интересного вот в этой сфере, в сфере благотворительности вы можете выделить, вот важно, по вашему мнению, есть что-то еще? Ну, на самом деле, очень здорово, что активно развивается волонтерство, допустим. То есть сейчас это не только студенты, да, но есть еще и возрастные люди, которые тоже принимают участие в волонтерстве. Вообще, кстати, по статистике надо сказать, что люди, которые среднего возраста, они чаще помогают финансами, потому что они работают, у них есть возможность выделять какие-то средства из семейного бюджета. Студенты и пенсионеры, они больше отзывчивы делом, и это очень здорово. И, например, даже за последнее время, если посмотреть, количество волонтеров очень увеличилось, и есть такое понятие, как социальные волонтеры, которые, например, вот мы периодически взаимодействуем с ребятами, потому что мы ездим в дома ветеранов, и там нужна помощь, надо прибраться, например, либо разнести все вот эти большие продуктовые подарки, которые мы формируем, и вместе делаем, и ребятам очень нравится. То есть просто привезти, скажем так, людей, чтобы они как-то помогли физически? Помогли физически, потому что, например, когда 90 человек, и это нужно каждому сформировать продуктовый пакет, это занимает время, усилия, и так как в фондах, как правило, работает не так много людей, то волонтеры в этот момент очень бывают актуальны. А формат Тимура и его команда еще работает, или уже нет такого, когда просто одиноким пенсионерам прямо в домах живущих помогают, или нет уже такого, как-то все централизовалось? Есть, возможно, в каком-то формате таком индивидуальном, но, наверное, это немного небезопасно для, может быть, и для той, и для другой стороны, потому что все-таки пускать в свой дом незнакомых совсем людей, это не очень хорошо. Поэтому, если, например, есть фонды, которые специализируются именно на пожилых людях, то они уже стабильно занимаются этими людьми, и они проверяют и волонтеров, которые к ним идут, они идут делать работу с представителями от фонда, и тогда это, безусловно, работает хорошо. Ну, фонд выступает своеобразным таким нотариусом, то есть он, скажем так, посредник, который говорит, что да, ребята, здесь все правильно, здесь действительно нужна помощь, вы можете идти, а для другой стороны, да, эти люди действительно вам помогут, да, посредник, некий гарант безопасности. Да, и принято считать, что нельзя доверять или что-то такое, нет. Как раз-таки фонд, например, когда поступает заявление, мы всегда смотрим, в действительности семья нуждающаяся, или в действительности есть такие проблемы с заболеванием, мы просматриваем все документы, взаимодействуем с врачами. Таким образом, мы точно осознаем, где есть проблема, а где нет, и уже начинаем собирать деньги на то, чтобы помочь в данной ситуации. Принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я родительница с 7-й школы. У нас в 7-м классе ребенок нуждается в операции. На 15 февраля назначена операция в Нидерландах. Нужно забрать 3 миллиона. Немного денег не хватает. Скажите, пожалуйста, куда мы можем обратиться за помощью? Спасибо большое. Но вот это ваш формат, не ваш формат, или просто не другой? К сожалению, не успели уточнить, какое заболевание. То есть, нужно, в принципе, можно и к нам в том числе обратиться. Будет название фонда, и уточните, есть контактные номера, длинный номер. Давайте подождите, у нас есть продолжение разговора, скажем так, еще не сбросили мы. Говорите, вы знаете, какое заболевание было? Скажите, пожалуйста. Заболевание, мы два раза в России делали операцию на сердце. Сейчас вот третья операция, в России отказали нам. То есть, ну, это не мой ребенок, это ребенок, ну, моего сына, одноклассник, Толовьев Николай. Ну, вот сердечная проблема, да. Ну, я думаю, что если часть суммы собрана, то мы тоже можем присоединиться и помочь в каком-то формате. Наш номер телефона можно будет уточнить в интернете и связаться с нами завтра, то есть завтрашнего дня, мы открыты к диалогу. Ну, здорово, на самом деле, да, вот такая онлайн-помощь своеобразная получается у нас. Тоже важно, вот мы к этому постепенно подходим, прозрачно, скажем так, деятельности фонда, вы уже начали об этом частично говорить. Насколько вот у вас юристы есть, у вас что, какие-то отчеты? Да, безусловно, у нас, во-первых, есть юристы-бухгалтеры, которые формируют ежемесячные отчеты. По закону каждый фонд обязан публиковать годовой отчет по использованию средств. И за все предыдущие годы они у нас есть на сайте, и все фонды, которые так или иначе работают активно, все публикуют, и это можно просматривать. По законодательству есть такой пункт, что фонд может 20% от общей оборачиваемости средств тратить на содержание фонда. Не обязательно выполнять весь этот норматив. Грубную машину купить ведь надо для развоза, например, людей? Ну, это не самое критинное, это, наверное, не первое необходимость. Да, то есть это, как правило, аренда помещений, оснащение у офиса и другие ежемесячные траты. Частично могут быть там зарплата сотрудникам. Так вот, соответственно, прозрачность дает именно тот факт, что все документы проверяются сначала Минюстом, потом публикуются на сайтах. И также ежемесячно мы, например, в своих соцсетях показываем, куда ушли деньги, кому была оказана помощь. Это требование общее ко всем фондам, которые законами должны быть признаны. То есть, в принципе, можно узнать в любом случае, не только на вашей странице, соответственно, все выходные данные. У каждого фонда есть свой, должен быть свой сайт, либо страница социальных сетей, где должны быть публично размещены все отчеты. В целом, люди вообще часто обращаются за проверками? Те, кто пожертвовали или нет? Не особо. Ну, частные лица нет. Те компании, которые ежемесячно или регулярно перечисляют деньги, мы, безусловно, отчитываемся перед ними, потому что они наши постоянные партнеры. И мы должны показывать, что наши деньги, которые мы расходуем, это делаем в рамках наших уставных целей фонда. А кто в этом случае помогает? Преимущественно физлицам, компания? Складывается основная сумма. Я думаю, это характерно для всех фондов страны вообще. Что вам известно? У фондов разная у всех ситуация. У кому-то больше, например, физлицы, которые активно работают, не секрет, со СМИ, например. То есть, люди слышат, люди знают и перечисляют. У кого-то больше коммерческие организации вносят свой вклад. У нас, например, в большей степени коммерческие организации помогают. Но надо признать, что за последние полгода перечисления с сайта гораздо увеличились по сравнению с предыдущим годом. Значит, люди доверяют, люди интересуются и хотят быть частью благотворительности. Ну вот если говорить о помощи организации, это, наверное, тот случай, в первом звонке упомянутый. То есть, есть большие деньги и, в принципе, какую-то часть можно распределять между разными фондами. Почему бы и нет? На самом деле, это крупная компания. Звонок принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вот такой вопрос. Я вот пенсионерка сама, 65 лет. Ухаживаю за больной мамой. Мамой 91 год. И сейчас уже тяжело ее передвигать, искупать, все такое. Я бы хотела узнать, есть ли у нас в Казани возможность такая не купить, а взять в аренду коляску подходящего размера. Или хотя бы матрас противовролежный, чтобы она все время лежит. Спасибо большое. Да, насколько я знаю, есть два пункта в Казани проката инвалидной техники. В том числе, там есть и коляски, есть и специальные кровати, которые поднимаются, опускаются под человека. Точно назвать адрес я сейчас не могу, потому что на память не знаю. Но они есть, они работают, и там достаточно демократичные цены, потому что данные организации понимают, что они работают с инвалидами. Ну, слава богу, что такие есть на самом деле. Было у нас в соцсетях организовано голосование по поводу того, насколько активно читатели наши интересуются благотворительностью, занимаются ей. Ну, и вот интересные итоги. Да, регулярно помогают кому-то и как-то 13% опрошенных. Нет, никогда не занимаются благотворительностью 23%. И помогают изредка, видимо, когда есть случай, когда видят, да, что есть такая возможность, 63,5% примерно. Вот такая тенденция наблюдается, елочка своеобразная. С чем вы считаете, связано то, что те, кто помогают изредка, ну, вот гораздо больше, несколько раз, чем те, кто помогают регулярно. Почему люди постоянно не помогают? Ну, возможно, есть момент, что не бывает случая, не всегда, например, знают, что идет какой-то сбор, либо какое-то недоверие. Мне кажется, если есть желание, если нравится, то нужно закрепиться, может быть, за каким-то фондом, либо организацией, смотреть, чем занимаются, какие проблемы у людей вокруг возникают. И просто мониторить, подписаться, например, на фонд и узнавать и помогать, когда есть возможность. Потому что, я повторюсь, что когда очень много людей, каждые 50 рублей, это дает большую сумму, которая позволяет помочь ни одному ребенку и ни одному нуждающемуся. Ну, и, соответственно, вы, получается, у нас не государственная организация, вы из бюджета деньги не берете, как многое количество фондов, да, большого количества. Вы тоже? Мы, нет, мы финансируемся коммерческими организациями и помощь частных лиц. Ну, вот, опять-таки, держитесь на благотворительности, хочется, наверное, сказать, чтобы люди помогали, все-таки это важно, это нужно. И мы благодарны, когда это происходит. Ну, так и должно быть. И, знаете, что хочу пожелать вам удачи в вашей работе, это нужно, это важно. И надеюсь, что будет всего больше и больше поступлений, больше и больше благотворителей, и ваша работа будет приносить людям, детям, пенсионерам только счастье. Спасибо вам большое. Спасибо. Я же напомню, это была программа «Актуальный разговор». С вами был Ренат Бакиров. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова